Несколько часов назад с треском проигравший очередные выборы в Армении экс-президент Серж Сарксян разразился тирадой в эфире русской службы британского гиганта BBC. Странно, но армянский экс-президент почему-то предпочел говорить по-армянски. В русском-то эфире, хотя британский журналист по фамилии Атанисян кратко заметил, что понимает армянскую речь непременно расшифрует ее для русскоязычной аудитории. Слушать изобличительную речь Сарксяна, которая в итоге получилась саморазоблачительной, пришлось на армянском. Своеобразная политтехнология в армянском духе, Сарксяну приходится аккурат после завершения выборов заметать следы русской партии. Да, я считаю, что Пашинян победил на выборах, но возникает множество вопросов, связанных с этой победой. Мы постоянно говорим о том, что в стране, в которой множество проблем, часть которой оккупирована соседней страной, большое число солдат и офицеров, которые находятся в плену, в стране, которая пока еще не придала земле все останки своих солдат и офицеров, вообще проводить в этой стране выборы неправильно, неверно. Но, к сожалению, в этом вопросе оппозиция не сошлась во мнении, и многие, исходя из своих личных представлений, решили идти на выборы. И мы были вынуждены принять участие в этих выборах. Мы ожидали очень конкретных нарушений, репрессий, очевидцами которых мы фактически стали в последние два дня. На наших активистов действительно оказывалось очень большое давление. Начнем с незаконных обысков, незаконных арестов, причем зафиксированных судами, потому что суды освободили практически всех без исключения. Во время Первой войны 92-94 годов поначалу мы потеряли почти 50% Карабах. Но мы нашли в себе силы, преодолели все сложности и в результате имели то, что имели. В 2016 году произошли четырехдневные боевые действия, которые завершились без каких-либо серьезных успехов для Азербайджана. То есть мы обвиняем капитулянта Пашиняна не в том, что он подписал трехсторонний документ, когда азербайджанцы уже завоевали шуши и действительно находились очень близко от Степанакерта, а в ситуации, которую он создал. У него было множество возможностей прекратить боевые действия. Однозначно. Это не мои предположения. Об этом, как вы сказали, говорилось в заявлениях президента России. Но и до того было совершено множество грубых ошибок. Мы не утверждаем, что боевые действия начались только и только вследствие ошибок Армении. Нет. Азербайджан всегда хотел решить вопрос военным путем, но его действия никогда не могли считаться легитимными, по крайней мере для международного сообщества, как случилось по состоянию на 27 сентября. И фактически реакция международного сообщества не была такой, какой должна была быть. Но что мы увидели 27 сентября и после? Одно-два пугливых заявления, не способных усмирить Азербайджан и тем более Турцию. Поэтому предшествовали более тяжелые ошибки. Позвольте сказать, тяжкие преступления, совершенные сразу после прихода к власти. Они начали дискредитировать армию, то есть довели ее почти до дезорганизации. Им казалось, что не будет боевых действий, потому что они демократичны, потому что они, что сказать, пользуются поддержкой большинства народа, они легитимны и так далее. Кто может осмелиться напасть на страну, в которой крайне демократичная и легитимная власть, а у другой, у нападавшей страны, как он потом говорил, тиранинит. За этим последовала, конечно, очень грубая ошибка. Не только слова Пашиняна о Карабахах, это Армения и точка. Речь не об этом заявлении. А про заявление о том, что он не станет вести переговоры до тех пор, пока в них не будет участвовать Карабах. Потому что президенты России, США и Франции сделали пять заявлений, в которых они говорили как о принципах, так и о формате. И было очевидно, что Карабах не мог стать полноценной стороной переговоров. Говоря полноценной, я имею в виду со своим флагом, своим президентом и так далее. Это было совершенно невозможно. Затем еще, как они это называют, победные военные действия летом 20-го года, а, на мой взгляд, губительные действия, которые попросту загнали Азербайджан в угол. И Азербайджан непременно должен был что-то сделать. Мы вели очень конструктивные и динамичные переговоры. Никто не может обвинить нас в том, что мы придерживались идеи о непяде земли или намеренно затягивали переговорный процесс. Вы ни при каких обстоятельствах не могли услышать от меня слова о том, что мы никогда не вернем эти земли. В 2000-х я даже с трибуны парламента заявил, что Агдам не моя родина. Я не думал ни о своем рейтинге, ни о том, чтобы остаться в истории. Я думал о решении проблем. А я искренне говорю, всем говорил, а теперь скажу вам, что я остался премьер-министром, пойдя навстречу призывам своих коллег, только и только ради того, чтобы довести переговорный процесс до момента, когда решение вопроса не будет зависеть от замены главного переговорщика. Понимаете? Но, к сожалению, мне это не удалось. Вы сказали, что решили остаться в власти в 2018 году именно ради решения или достижения какой-то точки в Карабахском вопросе. Из этого я делаю выбор, что шли очень интенсивные переговоры и вы в ближайшее время после этого ожидали подписания какого-то документа. Да. Чего можно было ожидать? Азербайджанцы ныры яркие. Азербайджанцы, конечно, должны были признать, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен определяться путем свободного волеизъявления населения Карабаха, который непременно должен иметь юридическую силу и повестка которого ничем не ограничивается, не называя дня свободного волеизъявления. Это стало бы нашим минимальным порогом. Мы обязались бы вернуть Азербайджану пять районов. Крепко связали возвращение двух районов, за исключением коридора, обеспечивающего сухопутную границу с Арменией, с днем проведения референдума. Пришли бы миротворческие силы, и мы бы начали определенный процесс примирения. И президент Алиев был согласен на это? Практически. Потому что президент Азербайджана осенью 2016 года, после апрельских событий, объявил, что за закрытыми дверями его заставляют признать независимость Нагорного Карабаха. Это раз. И во-вторых, после войны 2020 года, когда он был в Лачинском районе, он сказал, что предполагалось эти два района, Лачин и Кельбаджар, оставить армяну. Это его слова. Повторюсь, Алиев мог не согласиться. Но для этого существует международное сообщество, для этого существуют сопредседатели Минской группы АБСЕ, для этого существует Совбез ООН, где, кстати, был готов проект резолюции. И все они оказывали давление на Азербайджану, чтобы согласиться на это? Да-да. И это, повторяю, было бы гораздо более простым делом. Миротворцы бы встали с нашей стороны, и проблема бы решилась, думаю. Миротворцы бы встали с нашей стороны, и было бы гораздо более простым делом. Я очень четко выразился в 2000 году, и сегодня выразился бы так же. Я сказал, что азербайджанцы думали, что мы не могли поднять руку на гражданское население. Поднять руку не значит убить. Это значит, что как они выселяли наш народ со, скажем, своих территорий, так и мы должны были поступить, потому что у нас не было выбора. Мы не могли и держать передовую, и иметь в тылу азербайджанские поселения. Минк. Гапчу Минк. Мы не имеем отношения к многочисленным жертвам. Говорю вам об этом, как хорошо осведомленные о событиях человека. Да, политические силы, которые нас, используя такой термин, не любят, политические силы, оппонирующие нам и настроенные к нам враждебно, сумели создать впечатление, что страна не развивается, переживает регресс, что совершенно не имело никакой связи с реальностью. Мы развивались быстрее, чем мировая экономика. Есть цифры, факты. В период моего президентства средняя зарплата увеличилась в три, средняя пенсия увеличилась в четыре раза. Подождите, ну то есть вы хотите сказать, что вот те простые мужики, которые тысячами десятками, не тысячами строили ехать дороги в России, они это делают, потому что они находились под влиянием, и делают под влиянием вражеской пропаганды? Нет, я говорю, что эти люди хотели жить лучше, чем диктовали наши условия. Их заставляло уехать желание жить хорошо. И да, упомянутые вами силы внесли свою лепту в формирование этого желания жить лучше. И это не очевидно. Знаете, Армения маленькая страна, и внешнее влияние на Армению гораздо больше, чем на сравнительно крупные страны. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!